По всей стране действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно только по уважительной причине. В аптеку, ближайший магазин, выгуливать собаку. На работу при наличии подтверждающей справки. Ситуация, с которой никто из нас раньше не сталкивался. Кого-то она пугает, кто-то не верит в масштаб происходящего, кто-то злится из-за того, что рушатся планы. Как пережить это непростое время и с максимальной пользой побыть дома с семьей или в одиночестве? Поговорим сегодня с главным нештатным специалистом по медицинской психологии Минздрава Чувашии с Оксаной Рындиной. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Татьяна. Ситуация, что я говорю, действительно непростая. Как оценивают ее психологи? Может быть, есть какой-то медицинский термин, определяющий состояние, нынешнее состояние людей? Ну, наверное, все-таки, если говорить о терминологии, на сегодняшний момент горожане у нас испытывают состояние восприятия тревоги, восприятия угрозы. Вот это вот восприятие, оно во многом связано с инстинктом самосохранения и с психическим здоровьем в целом. Насколько здоров человек, настолько он объективно все-таки оценивает эту угрозу. В этнокультуральной психиатрии есть такое направление, которое занимается изучением типологии личности в зависимости от культуры, в зависимости от этноса, выделяет психотипы наций. Так вот, если говорить о психотипе нации, то он складывается из ряда факторов. Одним из факторов может являться культуральный, географический, религиозный фактор. Вот если говорить о российском факторе, российская нация, то здесь я все-таки бы хотела сказать, что психотип российского человека, он во многом сложился по ряду определенных факторов. Это большая территория, это внутренние и внешние катаклизмы, это достаточно частые войны, это жесткое достаточное управление. И вот на основании вот этих факторов складывается тип личности, тип личности россиянина. Человека, который может противостоять различным войнам, человека, который может противостоять различным угрозам. Такие уж мы сложились. Мы достаточно толерантны, мы можем противостоять этим угрозам. И в пример, наверное, все-таки можно взять ситуацию с Великой Отечественной войной. Масса примеров, когда люди могли мобилизоваться, люди могли противостоять этому. И склонность мобилизоваться мы еще и видели на другом примере. Можем привести в пример, в частности, нападение на школу в Беслане, нападение на больницу в Буденовске. На тот момент люди были мобилизованы, были готовы вместе с военными идти спасать детей, больных, пытаться справиться с терроризмом. Мобилизация человека, она внутри нас. Это внутренний резерв, который нам дает ощущение единения, сопротивления каким-то угрозам. Человек не сопротивляется всем угрозам подряд. Он эти угрозы ранжирует, он эти угрозы, скажем так, анализирует, обобщает. И тому, чем он противостоит, это угроза, как правило, жизни. И вот сейчас, на сегодняшний момент, угроза жизни возникла. И здесь, как раз на сегодняшний момент, я думаю, что объединиться и противостоять – это основная задача любого россиянина. Мы с вами, конечно, продолжаем ходить на работу. Большинство людей, которые соблюдают правила, они сейчас находятся дома, дети учатся дистанционно, при этом выходить на улицу нельзя. Как принять эту ситуацию тем, кто сидит все-таки дома, соблюдает правила? И как реагируют люди на вынужденные каникулы? Ну, мы поговорим о различных категориях. Первая, наверное, категория, на которой отдельно хотелось бы остановиться, – это категория родителей, которые остались с детьми. У меня здесь небольшой призыв к родителям. Сначала попробуйте измерить эмоциональную температуру свою. Насколько вы напряжены, насколько вы агрессивны. Дело в том, что по статистике считается, что дети копируют наше поведение. Измерили свою температуру, справились со своим состоянием. Это как в самолете. Сначала мы маску одеваем на себя, потом на ребенка. Сначала мы совладали со своими эмоциями, потом пытаемся справиться с эмоциями ребенка. Ну, вообще, наверное, все-таки это уникальная такая возможность, когда нам дали определенный тайм-аут – обратить взор на семью. Обратить внимание, чем занимается ваш ребенок, как вы его отвлекаете, насколько он может сам организоваться, насколько развита у него фантазии, чтобы занять себя, насколько вы готовы своему ребенку посвятить время, изменить свой стереотип. И попробовать все-таки найти приемы работы с каждым ребенком в зависимости от их ведущей деятельности. Если мы говорим про ребенка, то ведущая деятельность у нас игровая. Можно трансформировать игровую деятельность. Если мы говорим про подростка, старшеклассника, то ведущая деятельность – учебная. И здесь мы можем трансформировать эту учебную деятельность и выразить, наверное, все-таки вызвать познавательный интерес, предлагая какие-то ситуационные игры. Мне кажется, мало кто вообще в семье привык встречаться 24 часа в сутки. Как сохранить семью, как сохранить спокойствие? Это такая тоже сложная, наверное, одновременно с тем, что приятно, и сложная одновременно ситуация. Мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, что в Китае после самоизоляции увеличилось количество разводов. У нас, да, даже идет информация о том, что там идет ограничение по количеству разводов в день. Наверное, все-таки это большая часть испытания для молодых семей. И здесь нужно понимать, что человеку в течение 60 минут, 20 минут нужно побыть в одиночестве и наедине со своими мыслями. В тишине. С супругом бы я обратилась со следующим моментом. Ведь мы даем вспышки агрессии, раздражения, когда мы бессильны. Попробуйте понять своего супруга. Попробуйте не дать проявить самые негативные черты в его характере. Я думаю, что супруг будет вам благодарен. И еще такой момент. В квартире все-таки нужно найти те места, комфортные для каждого человека, когда человек может побыть наедине вот эти 20 минут, наедине со своими мыслями, наедине с собой, со своими переживаниями. Вот. И если соблюдать толерантность, если соблюдать зональность, я думаю, что супруги смогут сохранить семью. В первую очередь, самоизоляция коснулась людей старшего поколения, тем, кому больше 60 лет. Большая часть из них, наверное, живут одни. Вот как кто-то, может, одиноким себя чувствует? Как детям, внукам их сейчас поддержать, когда встречаться-то в основном нельзя? И что им можно посоветовать в этой ситуации сложившейся? Ну, тяжелее, наверное, всего, когда люди пожилого возраста действительно одиноки. Здесь можно рассчитывать только на поддержку и помощь волонтеров. Вот. Чуть попроще, все-таки, я думаю, будет пожилым людям, которые имеют несколько поколений в семье. И, в частности, молодому поколению надо быть более терпимым. Их восприятие и так было изначально сужено рамками того, что они перемещались только в магазин, только общались со своими знакомыми, соседями. Вот. И это восприятие сузилось. Наша цель – это восприятие расширить. До сих пор иногда на улице, вот в рейдах встречают таких людей старшего поколения, которые говорят, ой, я там войну пережила, это пережила и это переживу. Которые… У них другая психология. Они некоторые… Не то, что не очень серьезно относятся, может быть, угрозу не воспринимают. Вот в таких случаях что нужно говорить? Я, честно говоря, наверное, все-таки на данный момент сделаю основной акцент на убеждении. Объяснить, что, да, действительно, угроза есть. И угроза серьезная. Вот. И постараться все-таки поберечь себя для того, чтобы сохранить их опыт для нашего поколения. У каждого из нас есть страх заразиться этим самым коронавирусом. Как настроить себя на позитивную волну в этой ситуации и помочь своим близким настроиться на что-то положительное? Для того, чтобы сохранить себя, нужно научиться думать о настоящем. Что я в настоящем могу сделать и как я себя могу обезопасить. Я буду соблюдать все требования, которые продиктованы на данной ситуации. Я буду заботиться о своих близких. Я буду заботиться о собственной безопасности. И вот таким образом, заземляя себя, мы пытаемся справиться со своим эмоциональным состоянием, сохранить свое не только соматическое здоровье, но и психическое здоровье. У нас в Республике есть телефон доверия. Функционирует он с 1990 года. Телефон экстренной психологической помощи. Если есть какие-то вопросы, на которые я не ответила, если есть переживания, которые вы испытываете в данный момент, вы можете позвонить по телефону 8 800 149-94. Спасибо, Оксана, за интересную беседу. Мы желаем вам всего доброго. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин